Всем привет! Снова с вами Маруся. Хочу с вами поделиться полезными советами. Небольшими лайфхаками для дома. Первый совет. Как правильно завязать пакет? Приходя в магазин, мы делаем покупки, набираем продукты и завязываем пакеты. Обычно мы это делаем таким способом. Завязали вот таким узлом. После приходя домой, мы не можем этот узел развязать. Начинается долгое мучение для того, чтобы развязать такой узел. А если он еще хорошо завязан, это невозможно. Так вот, научитесь правильно завязывать пакет. И вам будет всегда комфортно развязывать. Пакет разделяем на два кончика. Один берем конец, вот этот, допустим. И вокруг другого конца обвязываем вокруг. И завязываем узелок. Если даже плотно его завяжете, вы его с легкостью развяжете. Смотрите. Берем, видите, это у нас один свободный конец, это второй. Берем и их просто раздвигаем. И они легко развязываются. Но, если уж вы завязали вот таким способом, его тоже можно развязать. Берем кончик у этого пакета. И выкручиваем его в виде веревочки. И проталкиваем в узелок. Крутим и проталкиваем в узелок. И он легко развяжется. Вот так вот можно развязать этот пакет. Как заточить ножницы? Если они затупились, их можно с легкостью заточить. Возьмите обычную иголку или булавку. Для этого нам нужно сделать вот такие движения. Вставляем иголку или булавку вот так вот в кончике ножниц. И выводим. Вот таким способом. Вы даже почувствуете, как ножнички затачиваются. Несколько раз таким способом проводим. И у вас будут острые ножнички. Они будут прекрасно резать бумагу. Теперь полезный савель для тех, кто любит делать заготовки. Обычно мы заготовки, когда делаем банки, у нас горячие. И крышечки, когда используем винтовые, очень тяжело закрывать. Так как руки обжигаются от горячего. Но есть прекрасный способ закрыть, не обжигаясь. Купите вот такое приспособление. Оно является как открывалка для крышечек. Но ею можно с легкостью закрыть эти крышечки. Продается на фикс прайсе, стоит недорого. Но использовать ее нужно правильно. Чтобы закрыть крышечку или открыть, нужно использовать салфетку. Берем салфеточку, кладем наш гаджет. И вот таким движением закрываем нашу крышечку. Все, у нас будет плотно закрытая крышка, и мы не обожгем руки. Так как эта вещь предназначена для того, чтобы открывать крышечки, мы должны пользоваться обязательно салфеточкой. И точно так же, только в обратную сторону, с легкостью открываем. Гаджет удобен тем, что он подходит для разных видов крышек. У него разные крышечки сюда, от больших до маленьких. Так же есть специальная насадочка для открывания бутылок. Очень неудобная вещь, советую приобрести. Еще один совет для тех, кто делает заготовки. Чтобы не делать дополнительной стерилизации наших заготовок, можно использовать обычную дезинфекцию крышек и банок. Для этого мы используем раствор спиртовой или обычную водку. Если у вас нет спиртового раствора и водки, можно воспользоваться обычным хлорогикетсидином. Он является абсолютно безопасным и отлично дезинфекцирует любую поверхность. То есть берем крышечку, смачиваем ватный диск или тампончик, не важно, чем вы будете пользоваться, и протираем нашу крышечку. Протираем крышечку, протираем обязательно ободок банки, горлышко резьбовой частью. Это будет правильно продезинфицированная баночка. И всю нашу заготовку можно закрыть. И она полностью продезинфицирована. И стерилизация дополнительно не нужна. Один маленький совет для тех, кто не знает, как открыть данную пробочку у таких вот флакончиков с лекарством или другими какими-то настойками. Не нужно ковырять ножом или там еще чем-то. Просто делаем вот такие маленькие движения. Открываем крышечку. На пол оборота, не до конца. И делаем вот такой вот поворот кверху. Раз. И крышечка с легкостью у вас вытащит пробку изнутри. Попробуйте, у вас обязательно получится. Не нужно до конца открывать крышечку. Просто делаем пол оборота. И кверху поднимаем. Как сделать простой ароматизатор для дома. Воспользуйтесь обычным фумигатором. Я думаю, что он есть в каждом доме. Если у вас фумигатор имеет вот такие флакончики, соответственно, если он пустой, заливаем туда масло ароматическое, которое вам хочется, чтобы у вас запах стоял. И обязательно добавьте воды. Смешайте с водой. Вода будет испаряться. И масло будет ароматизировать ваше помещение. Чисто масло наливать не стоит, так как масло является быстровоспламеняющим веществом. Поэтому обязательно сделайте его с водой. И тоже можно использовать как дополнительный ароматизатор для дома. Всем, кому понравились мои советы, ставьте пальчик вверху. Не забывайте написать комментарий. Всем пока.